Добрый день! Всем спасибо, что пришли. Сегодня попробуем поиграть в стратегическую игру, такую прогностическую в какой-то мере, по Украине, по президентским выборам и подготовке к ним в ближайшем 2015 года. Стратегические игры, они вообще возникли довольно давно, то есть, кажется, еще в немецком генеральном штабе. Какие-то генералы при подготовке к войне играли там за своих, какие-то за чужих. Отбирались определенные психологические типы генералов, чтобы соответствовали. И эти игры, ну, они вошли в моду, после чего они пошли в народ. То есть, мы все знаем, существуют варгеймы, существуют ролевки. И вот это некий такой гибрид кабинетной ролевки и варгейма. То есть, от кабинетной ролевки здесь взято отсутствие четких правил, отсутствие четких цифр. И вообще, когда все построено на договоренностях, от варгейма здесь взято то, что это все-таки жестко связано с реальностью. Это не эльфы, это не орки. Это либо история, реальная история, войны, какие-то иные конфликты. Или это будущее. Интереснее всего, конечно, ближайшее будущее, тогда игра носит прогностический характер. То есть, ну, как настоящее влияет на будущее, так будущее в определенной мере влияет на настоящее, исходя из квантовых законов. Поэтому в настоящем можно из будущего кое-что посмотреть. Даже не посмотреть, а ощутить. То есть, далеко не обязательно, что случится именно то, что мы наиграем. Вариантов может быть очень много. Для этого существует сборка игры, чтобы понять, что в игре было частным случаем, что в игре было банальностью, а что в игре было не банальностью и не частным случаем, то есть какой-то общей закономерностью, которую вот никто не знал, а мы узнали. Например, вот, когда мы играли в марте, мы планировали, что в 2015 году будет схватка между Януковичем и Тегнебоком. Даже игру назвали «Феодализм в эс-фашизм». Но на игре оказалось, что президентом кажется Кличко. То есть Тегнебок быстро перейдет на вторые, на третьи роли и вообще в качестве президента он смотрится, ну, не смотрится. Вот в качестве вечного оппозиционера он смотрится замечательно, примерно как же Ириновский. Ну, вот впоследствии выяснилось, что да, Кличко это вот очень реальный кандидат. У него большой рейтинг. Он, скорее всего, будет главным соперником Януковича на выборах 2015 года. Если эти выборы состоятся, если они будут признаны хотя бы кем-то, мы будем играть в выяснение того, а будут ли выборы вообще. Ну, перед игрой пишется сценарий, то есть игра у нас начинается 31 декабря 2014 года. С новогоднего поздравления нашего президента. Ну, немного о вводной. Что случилось за 2014 год, ну и конец 2013? Во-первых, саммит в ноябре ближайший, который Украина-ЕС. На этом саммите, ну, планируется, что будет подписано какое-то соглашение. Какое-то соглашение будет подписано, но не то соглашение, которое нас стращают. Будет подписан какой-то документ, который, ну, в общем, никакие стороны ни к чему не обязывает. Такая вот декларация о намерениях. Поскольку ситуация сложилась так, что как провосточные силы могут заблокировать серьезное вхождение Украины на запад, так и прозападные силы могут серьезно заблокировать вхождение Украины на восток. То есть, в 2014 году ты ожидаешь, что просто будет продолжаться лавирование Украины между ДТС и ЕС? Да, да. В 2014 году, ну, обратите внимание, в 2010, как только Янукович пришел к власти, были подписаны соглашения, ну, вот эти газофлотные, после чего было, ну, общее мнение, что да, Украина таки идет на восток. Ну, случилось то, что случилось. Я думаю, после ноября будет точно такое же общее мнение, что да, Украина точно идет на запад, но вот, ну, не совсем. Ну, подпишут что-то с Россией. Ну, да, ну, подпишут что-то с Россией, но, может быть, Янукович там под выборы опять начнет лавировать, чтобы собрать электорат и оттуда, и оттуда, как Кличко, собственно. Поэтому я думаю, что в ноябре, ну, по сценарию игры, в ноябре не произойдет, по сути, ничего. Будет много красивых слов, много красивой шелухи, ну, до юра мы будем гордо идти в Европу, но это будет вот такое вот движение, ну, а давайте мы еще что-нибудь подпишем лет через пять, или годика через два, но не сейчас. А сейчас какая-нибудь декларация о намерениях, ну, чтобы сказать, что саммит прошел, да, не зря. Деньги потрачены не зря, там, время зрителей в новостях потрачено тоже не зря, да? А может нам лучше игру провести после саммита, когда мы будем знать? Потому что... Думаю, нет. Это договор о свободной торговле, который для большинства публики мало о чем говорит, будет иметь катастрофические последствия. Да, он будет иметь катастрофические последствия, естественно. Но если мы вспомним, как входили в подобные соглашения та же Прибалтика и та же Болгария, мы обратим внимание, что первые там год-два, там был все-таки какой-то подъем. Ну, за счет кредитов, за счет вот этого всего. Падение было потом. Ключевое слово потом. Вот для наших политиков ключевое слово. Это будет потом. Это будет после нас, после выборов. Это будет когда-нибудь. А сейчас нам надо выиграть выборы 2015. Для этого нам надо экономический рост. Для этого нам надо очередной кредит миллиардов на 10. Для этого там желательно, ну, там, то ли отсутствие, то ли облегчение виз. И прочие плюшки, которые можно получить здесь и сейчас. А то, что там крах промышленности, ну, так это же потом будет. Вот. Я продолжу. Ну, 2014 год по экономике, соответственно, движение все дальше и дальше в никуда. То есть, ну, потихоньку сползание вниз. Курс доллара держится, скорее всего, те же 8 гривен. Мы считаем, ну, по сценарию, что власть не пойдет на курс доллара выше. Но поскольку власть недавно ввела векселя, то курс доллара по факту, то есть, вы понимаете, что это за векселя. То есть, государство может расплачиваться векселями, где там срок их погашения когда-нибудь. Соответственно, с бизнесом, ну, по госзаказам, будет идти оплата, скорее всего, векселями. Эти векселя будут торговаться, ну, скорее всего, примерно процентов по 80 их реальной стоимости. И доллар де-факто будет стоить гривен, скажем, 10. Но для населения, то есть, население с векселями не сталкивается, доллар будет стоить все те же 8 гривен, население этого и не заметит. То есть, оно это заметит по повышению цен. Ну, так цены, они всегда повышаются. Все уже более-менее с этим свыклись. А деньги все хранят в долларах, поэтому изменение официального курса опасно. Дальше. По политической жизни. 2013 год свобода активно работала с улицей, с населением. Как мне сказал один товарищ, если где-то случается какая-то ворушка, то, ну, пострадавшие, у них лицо озаряется надеждой, если они услышат украинскую речь. Хотя это все происходит в русскоязычных регионах, и пострадавшие говорят исключительно по-русски. Просто они понимают, что если тут говорят по-украински, значит, пришла свобода, и значит, сейчас что-то будет в их пользу. Ну, свобода работает с улицей, она продолжит работать с улицей, у нее это отлично получается. Мы планируем рейтинг свободы на конец 2014 года. 20-25%. Поскольку Тегнебог, ну, он, конечно, ассоциируется со свободой, но не полностью, то личный рейтинг Тегнебога 15%. Украинский выбор тоже пытается работать с улицей, но с более интеллигентной ее частью и более такими законными методами. То есть, если свобода, ну, она может и морды бить, прикрываясь депутатскими мандатами, ну, много чего может делать, что кажется населению справедливым, однако по факту, конечно, является незаконным. УВ пытается делать все-таки, ну, какие-то законные поступки, сильно ориентируется на интеллектуальные элиты, то есть, проводит там всякие конференции, всякие хэппининги. Ну, у них, скорее всего, на конец 2014 года 10% у Медведчука, ну, он очень четко ассоциируется с УВ, столько же. То есть, говорим УВ, подразумеваем Медведчук, говорим Медведчук, подразумеваем УВ. Очевидно, здесь не совсем так. Ну, и две более классические, более такие умеренные силы. Всеми любимая партия регионов. Рейтинг партии регионов и рейтинг Януковича, ну, они, конечно, ну, они не обязательно должны совпадать, ну, мы там для простоты решили, что они совпадают. То есть, у них по 20%. У Кличка, поскольку он политико-позиционный, его немовидят меньше. И поскольку у него все-таки какая-то харизма, ну, боксер. Удар Кличко 25. Ну, таков расклад сил на декабрь 2014 года. По закону регистрация кандидатов начинается 29 декабря. 29 декабря начинается регистрация. Регистрируются вот эти двое. Янукович и Кличко. И регистрируются еще там десяток левых. Ну, не Яценюк. То есть, мы предполагаем, что Кличко идет все-таки от объеднанной оппозиции. То есть, Кличко, Яценюк и частично Тягнебог. То есть, Тягнебог, он пока не выдвигается сам лично, но легитимность выборов как таковых и власти как таковой свобода подрывает очень сильно. Напоминаю, игра называется «Схватка легитимностей». То есть, есть легитимность выборов. И должна быть еще какая-то легитимность. Поэтому схватку легитимностей мы предполагаем таким образом. Вот есть старая. и здесь возможно новая. Очевидно, мы не говорим, что эти силы обязательно станут в союз. Мы не говорим, что вот эти силы станут в союз. Но мы говорим, что эти силы устраивают та легитимность, которая есть. То есть, они будут играть на выборах, они будут играть в политтехнологии, они будут играть в карусели, в подтасовки, каждый в рамках своего административного ресурса. Ну, у кого-то там, у этих денег больше, у этих сторонников больше, у этих административного ресурса больше, у этих зато Кличко харизматичнее. Ну, случится, как обычно на украинских выборах, так, примерно 50 на 50, и на несколько процентов кто-то выйдет вперед. Очевидно, что кто бы не победил, политика продолжится примерно та же. То есть, Украина будет идти до юра куда-нибудь по настроению, можно в Россию, можно в ЕС. Де факто, она будет идти в никуда. Вот эти силы, ну, очевидно, сейчас они являются очень сильными антагонистами. Но у них есть одно большое общее. Их сильно не устраивает то, что происходит сейчас. То есть, УВ много, много и длинно говорит про народовластие. Свобода тоже много и длинно говорит о том, что народ не слушает, что надо делать какое-то народовластие. УВ говорит про референдум. Свобода говорит так, давайте делать революцию в конце-то концов. то есть, их не устраивает. Очевидно, что у Свобода и УВ может быть разная новая легитимность. Это нормально. Ну, вот, у нас примерно такая схватка. Поэтому 29 декабря у нас регистрируется партия то есть, Янукович и Кличко. Те, не пока. Как бы он в коалиции, конечно, с Кличко, то есть, объеднанного позиции. Но все-таки у нас есть тут возможные варианты. Опять же, в Свободе может появиться кто-то еще, который придумает таки новую легитимность, на которой можно играть. Регистрация. Ну, с 29 до 31 у нас была регистрация. Регистрация будет до 13 января. Первый такт игры. Игра разделена на такты. Тактов, скорее всего, будет три. То есть, примерно там час такт на переговоры, на союзы, на какие-то конфликты. и 20 минут общий сбор. То есть, на такт все расходятся более-менее, ну, чтобы не слышали друг друга. А потом общий сбор, где-то 20 минут каких-то общих заявлений, рассказов о том, что, что, где случилось. До 13 января у нас открыта регистрация. До 13 января у нас будет первый такт. Ах, да, Тимошенко сидит при желании. За первый такт ее можно выпустить силами Януковича и партии регионов. У нас Янукович и партия регионов это два разных игрока. Так вот, один из них должен быть за, а второй хотя бы не против. Тогда ее можно выпускать, тогда она сможет принимать участие в выборах и регистрироваться. Пока у нас есть роль Яценюка, который, по сути, аватара Тимошенко. Если Тимошенко выпускают, то игроку переходит роль Тимошенко, а Яценюк, как это, скорее всего, и случится, тихо уйдет на вторые роли. Как он и был при Тимошенко, когда она была еще в силе. Ну, теперь список игроков. Игроков у нас четыре большие группы. Первая группа, ну, самая простая. Люди, партии, финансово-промышленные группы. Янукович, Кличко, Тягнебок, Медведчук, Яценюк, в скобках Тимошенко, ЮВТ. Это политики плюс олигархи. Ахметов. Семья. Говорим семья, подразумеваем партии регионов. Фирташ. Ну, фирташ такая не обязательная роль. Вот эти два обязательные. Вместо фирташа там может быть условно Коломойский, условно, ну, в общем, какой-то оппонент Ахметова. Внешние силы. помним 2004 год. Внешние силы играли много, хорошо и интересно. Москва. Вашингтон. Брюссель. Берлин. Брюссель это Евросоюз словно старый, а Берлин это такой себе четвертый рейх. То есть, вместо Берлина можно поставить Париж, но Берлин выглядит как-то интереснее в этом плане. То есть, ну, по некоторым сценариям, периферию в виде там Португалии, Греции, Восточной Европы все-таки сбросят. Останется центр. Ну, а центр это что? Это Франция, Бенилюкс, Германия, Австрия, Северная Италия. Именно Северная Италия. Ну, считаем Берлин. Дальше. Правильно вообще, конечно, Анкара, но я напишу Стамбул. Все-таки де-факто главный город Турции это Стамбул. Минск и Варшава. У Польши исторические свои интересы на Украине, особенно на Западной, это все понимают. Речь Посполитую никто не отменял. У Стамбула тоже интересы, тоже исторические, как бы, Крымское ханство тоже никто не отменял. Смотри на Меджлис внимательно и на последние события в Крыму. Минск меня больше интересует поскольку это такая аватара старого мира. То есть, знаете, вот последний диктатор Европы его называют, а я добавлю, что и последний, собственно, толковый коммунист в мире. Ну, Фидель уже все-таки староват, а Северная Корея не совсем адекватна. А вот это, ну, такой, то есть, там есть шансы, можно играть. Дальше. Дальше будут роли городов. Городов украинских. Про города я немножко расскажу позже, ну, будет как бы вот минут пять про города, чтобы игроки понимали. Пока кратко. Город это гораздо более стабильная структура, чем государство. Сколько лет Киеву, сколько государств он видел на своей территории, столицами скольких государств он был. Ну, довольно много. Любой серьезный город, гораздо более стабильная структура, чем государство, и город всегда себе на уме. То есть, село, ну, может дрейфовать и колебаться вместе с линией партии, правящей или оппозиционной, неважно. Город всегда себе на уме. Вот, напомню, когда была оранжевая революция, ну, были там либо оранжевые флаги, либо бело-голубые, без вариантов. В Харькове кто-то, довольно много людей вывешивали зеленые флаги с месседжем «Да отстаньте вы от нас в конце конца». Города Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепропетровск. Ну, Киев, Львов, Харьков, Одесса понятно, Днепропетровск важен, поскольку из Днепропетровска родом много кто, от Брежнева до Тимошенко включительно, а во-вторых, в Днепропетровске это все-таки наша космическая база. То есть, Украина это одна из очень немногих стран в мире, в которой есть своя космическая программа, так вот, она находится здесь. Кстати, интересная фраза, немножко отвлекусь. Один умный человек как-то сказал, что у Кореи, знаете, вот Корея, это вообще-то великая держава. Его спросили, какая? Он сказал, вот вообще Корея. У Северной есть программа атомная и космическая. То есть, это признак великой державы. У Южной есть все остальное. Севастополь. Говорим Севастополь, подразумеваем Крым. Столицы Крыма, ну, у Крыма две столицы, ни одна из них не является Симферополем. Обе от этих столиц это либо Севастополь, либо Бехчисарай. Симферополь, кто в нем был, это не город, это вокзал. Но поскольку для Крыма все-таки два города это сильно много, поэтому будет один город, но в скобочках все-таки имеется в виду, что это Крым. Так, по городам вроде бы все. Кто-то хочет что-то добавить? Мы, кажется, хотели седьмой, но я седьмой не помню, да? Можно уточнить, почему нет Донецка? А, почему нет Донецка? Потому что Донецк это не город, Донецк это такая индустриальная деревня на миллион человек, а в Донецком полностью управляет семья. То есть регионов в стране будет таки семь, но один подконтролит семьи целиком. То есть Донецк это не город, который себе на уме. Вот это это города. Самый последний столбик информационные объекты. Проще всего про информационные объекты рассказать так. Призрак коммунизма бродит по Европе. Так вот, информационный объект, призрак коммунизма, который бродит. коммунизм, естественно. Украинский национализм. Русский имперский проект. Это не коммунизм, это русский имперский проект. Великая империя столицы в Москве или в Петербурге. Что мы еще хотели? Церковь, христианство. Христианство, ну, может быть, если игроков хватит. Опять же, христианство какое? Его много. Есть еще ислам. Ну, ислам в Украине один. Это Меджлис. Кстати, сюда можно дописать Меджлис, опять же. Ежели игроки найдутся и вообще желающие за это играть. Ну, вроде бы все. Вроде бы сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, семь, шестнадцать, двадцать два, двадцать шесть. В идеале нам надо двадцать шесть игроков. Да. Европа подданчество. Что? Идеи. Ну, европейскую идею. Европейский Дим. Нет, это не европейский Дим. нет, нет, включили все. Нет, я, нет, я понял, я понял. Возможно, возможно, да. Возможно, европейский Дим. и как я мог забыть, самый главный информобъект современного кризисного мира. Это объект желания стабильности, чтобы завтра было, ну, примерно так же, как сегодня. Ну, может быть, чуть хуже, но примерно так же, как сегодня. Вот, пожалуйста, ничего не меняйте. В мире этот объект называется устойчивое развитие. У нас он у нас он называется покращение. Это самый сильный, без шуток, самый сильный объект современного мира. Чтобы завтра было примерно так же, как сегодня. Плюс, минус, там, чуть лучше, чуть хуже, но примерно так же. Вот принципиально ничего не меняйте. Пока этот проект самый главный, ни в какую Европу и ни в какую Россию никто никогда не пойдет. Если его не привяжут, знаете, его пытаются привязать, но учитывая европейские проблемы, вы понимаете, как бы Греция, она в Евросоюзе относительно давно, вот сколько проблем у Греции, а мало известно, сколько проблем у Прибалтики и Болгарии. То есть, Болгария, это вот классический пример, которая присоединилась даже не в ассоциацию, она вошла в Евросоюз полноценно в 2007 году, к 2012, ну не то, чтобы экономики там нет, ну в общем, все плохо. Вы не учитываете то, что сторонники, они не хотят видеть, ни Болгарию, ни Латвию, им не показывают. Нет, это понятно, но понимаете, в конце концов, русский имперский проект, там очень плохо хотят видеть Белоруссию, потому что туда бодро пришли российские олигархи с олигархической логикой. Лукашенко это не очень нравится, все-таки Лукашенко это социалист, старой советской закалки, он олигархов не любит, потому что это можно и союз, ну это все-таки переформулировка, российские олигархи накушались России, теперь они хотят что-то еще. То есть идеи, ну такой, сверхидеи, то есть российская империя, православие, самодержавие, родность, советский союз, коммунизм, сверхидеи там нет, там есть только ну дайте нам пожрать чего-нибудь, что там, что-нибудь там калийное, что-нибудь там трубопроводное, что-нибудь там авиационное, машиностроительное и так далее. То есть проблемы на самом деле есть и там и там, иначе бы мы это не играли, иначе было бы скучно. теперь я обещал немножко про города, расскажу немножко про города. То есть это такая лирическое отступление, такое очень абстрактное отступление, но чтобы уважаемые города понимали примерно за что они играют. Я буду говорить в социосистемной логике, то есть социосистема это экосистема, которая умеет работать с информацией. То есть экосистема просто она работает там с энергией, с материей, а социосистема умеет еще работать с информацией. То есть земля без человечества это экосистема, земля с человечеством это социосистема И человечество вообще – это социосистема. В социосистеме должно быть четыре базовых процесса. Познание – это присвоение новой информации, или придумывание, или вытаскивание откуда-то, у Бога, кто верующий, например. Это образование. Передача, трансляция образования другим людям, которые живут или после тебя, от отца к сыну, или которые живут в другом месте. Передача технологий, например, производства. К инвертации информации в иные формы ресурсов, например, в еду. То есть, например, само село – это село, а село плюс книжка по агрономии – это уже немножко другое. Ну, самый простой пример. И управление. Управление – это всегда управление информацией. Как говорят в разведке, исполнитель должен знать именно столько, сколько ему надо. Вообще-то, ну, это важно, поскольку через лиц, принимающих решения, просто по факту их жизни, проходит гораздо больше информации, чем через всех остальных. Именно поэтому они такие занятые, они такие затурканные. И документ для лица, принимающего решения – это три странички 14 кегля максимум. Больше он не осилит. Если вы ему напишите концепцию на 100 страниц, он просит кратко ее изложить. На трех страницах. Так вот, в городе, в настоящем городе, должно быть все четыре пункта. Обратим внимание, что образование есть везде. Родители, дети, везде есть, везде хоть какое-то образование да существует. Познание, институты, университеты, всякие там художественные школы, всякие там… Да. А зачем вы развели познание и образование? Потому что только то, что вы называете сейчас, это все системы, обычно относятся к образованию. Оно обычно… Нет, ну, например, НИИ. Например, конструкторские бюро. Точно так же, это системы. Я занимаюсь. Ну, кандидатская работа, любимый довод, это квалификационная работа. Я понимаю. Поэтому, условно говоря, для меня… Нет, это сейчас оно объединено. Просто есть люди, которые занимаются одним и не занимаются другим. То есть, есть люди, которые имеют кандидатскую степень, которые преподают в институте, но ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан. Познанием они не занимаются. Они занимаются образованием, это да. То грани одного и того же. Ну, так это все четыре грани одного и того же. То есть, если, например, на заводе есть конструкторское бюро, то там есть и познание, и производство. Существуют различные способы организации систем. Да, да. Нет, ну, я рассматриваю конкретно вот это. Дальше. В городе должно быть все четыре. Образование есть всегда. Если у нас, например, есть два, это деревня. Это может быть познавательная деревня, какой-нибудь академгородок, где вот нет именно образования, вот чисто познание там ни-ни-ни. Академгородок – это такой вот неплохой пример образовательной деревни. То есть, познание в этой деревне. Есть производственная деревня. Это моногорода. Наша вечная проблема. Это город, построенный вокруг завода. Это какой-нибудь Никополь. Это какой-нибудь Детройт. На минуточку. В сороковых-пятидесятых годах кто думал, что произойдет с автомобильной промышленностью. Детройт был флагман Детройта. Это было очень круто. Сейчас очень круто, например, с Кремниевой долиной. Но через сорок лет посмотрим, что произойдет с IT к тому времени. Кремниевая долина – это деревня. Там есть образование, есть IT. Больше там нет ничего. Познание там нет. Оно происходит в основном в американских университетах. То есть, какие-то там программистские новые концепции, они в основном пишутся из университетов, они из Кремниевой долины. В Кремниевой долине пишут программы и зарабатывают деньги. Образование плюс управление – это деревня по типу… Вот смотрите, когда самый большой город, он же столица, сильно перегружен, иногда строят вторую столицу. Например, Анкара. Что же я написал? Говорим Анкара, подразумеваем все-таки Стамбул. В Анкаре есть управление, ну все, больше там ничего нет. В Нью-Дейли, в Нью-Дейли не знаю, но, наверное, тоже. В Бразилии. Возможно, возможно. Первое время таким городом был Петербург. Ну, сейчас это немножко другой город. Сейчас это, кстати, тоже моногород. Как ни странно. Потому что Петербург живет вокруг своего прошлого. То есть, это город, который торгует своим прошлым. У него прошлого очень много. Но вот если взять Петербург минус его исторический центр, окажется, что там нет ничего вообще. Если у нас три из четырех. Ну, это такой недогород. Не совсем город. Но уже почти город. Если есть три, то четвертый или только что убрали, скоро вернется, или только что к двум добавили третий, скоро добавится и четвертый. Он сам придет по себе. То есть, город старается все-таки это замкнуть. То есть, три это такое метастабильное состояние. То есть, стабильное, но недолго. Это что касается городов. Еще бывают города, так называемые кварталы мирового города. Ну, например, Гонконг. Это квартал мирового города в значительной степени. То есть, есть мировой город, когда ты из одного мегаполиса летишь в другой. И, что называется, найдите 10 отличий. То есть, чем Гонконг отличается от, ну, не знаю, от Токио. В какой-то мере от Москвы. Но Москва все-таки это не совсем квартал мирового города. В какой-то мере от Чикаго, например. То есть, это все, по сути, один город, разбросанный по всему миру, связью между ними являются международные аэропорты и каналы связи электронные. Так, ну, по городам, наверное, все. Теперь по игре, ну, я сказал, да, будет три такта. Первый такт до тринадцатого января. Ну, по вводной, пожалуй, все. Если есть вопросы, которые еще не заданы. Следующий такт. Как фишка ляжет. Походу, да? Походу. Вы понимаете, это схватка легитимности. Не исключено, что выборы не состоятся вообще. То есть, уже привязка какая-то к датам, уже ее нет. Выборы 29 марта, если, разумеется, они по игре таки пройдут, ну, мы их, естественно, по игре и проведем. Добрый день. Мы приглашаем вас на стратегическую игру по Украине. По ситуации в стране в конце 2014-го, начале 2015-го года. Возможно, будут президентские выборы. Возможно, их не будет. Это как по игре будет. Будет интересно, будет познавательно, будет весело. Ну, приходите. Следите за анонсами на сайте УВ. Там будет дата. Продолжение следует... Продолжение следует...